Оперативное совещание администрации муниципалитета началось с награждения. По случаю 30-летия со дня образования МЧС России заместителю начальника отдела надзорной деятельности по Ленинскому городскому округу Олегу Савченко вручили поздравления от губернатора Московской области. После торжественной части была заслушана информация из единой диспетчерской службы. Как доложил директор учреждения Вячеслав Прохоров, за праздничные дни поступило 895 обращений граждан. И значимо было одно кратковременное отключение электроснабжения в Суханово, в менее часа. И 7 числа в реке Бица, в районе Вырубово, произошел мор рыбы. Установленный источник загрязнения находится на территории города Москвы, ТЦ-26. Взяты от воды, проводится проверка. Особое внимание было уделено безопасности на железнодорожной станции Расторгуева. Вместе с УВД, с линейным отделом, нужно наваливаться на эту ситуацию с погибшими на железной дороге. У нас провальный прошлый год, вы прекрасно понимаете. Хотя вроде там все подходы, выходы вы перекрывали, строили что-то. Давайте совещание сразу соберем. О деятельности полиции в дни новогодних каникул рассказал начальник ОМВД России по Ленинскому городскому округу Алексей Бадин. Задержание двух лиц, которые у нас на территории здесь пытались и сбыть, и хранить наркотические средства, 19 вертков, мефедрона изъято. Главный врач Винненской районной клинической больницы в своем выступлении отметил, что с начала января зарегистрировано 982 новых случая заражения COVID-19. В среднем, если за неделю смотреть, то динамика такая же, как и в предыдущей неделе, это в районе 600 с лишним человек. Выздоровевших немного, но есть 208. Амбулаторно лечится у нас 3060 пациентов от COVID-19. Из них 169 – это пневмонии, контактных у нас стало меньше, это около 2000. Бутай Бутаев рассказал, что в муниципалитете продолжается вакцинация от коронавируса. На данный момент первым компонентом уже привиты 346 человек и 145 вторым. Запись на прививку граждан из основных групп риска возможна через единый колл-центр ВРКБ. Следующий вопрос оперативного совещания был посвящен работе коммунальных служб. Погода нам не дает отдыхать, не расслабляться. Значит, в зависимости от обильного снегопада, в зависимости от погодных условий было выведено в эти праздники от 70 до 100 единиц техники и людей от 160 до 200. Отчитались о проделанной работе руководители управляющих компаний и начальники территориальных отделов муниципалитета. Достаточно спокойно прошли эти праздники, каждый работал, но там, где возникала какая-то напряженность, все были на связи, она купировалась или ликвидировалась. Тактически, наверное, локально нужно приготовиться к морозам, потому что до минус 20 обещают. И с точки зрения коммунальных служб, дорожных служб, с точки зрения противопожарной безопасности, как было сказано, каждый должен отработать в своей части. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Витнет-ТВ.